Канадской миллионерши не стало 30 сентября. Знаменитый певец ушел от себя в горе и не желает что-то открыто комментировать. В четверг 30 сентября скоропостижно скончалась супруга Прохора Шаляпина. Канадская миллионерша Татьяна Дэвис печальную новость артист передал через Инстаграм. Он признался, что находится в шоке и не в состоянии давать комментарии. Певец не может смириться с тем, что коварный ковид отнял у него самого дорогого человека. Роман Дэвис и Шаляпина в России не обсуждал только ленивой. Кто-то открыто посмеивался над певцом, кто-то упрекал его за то, что снова связался с богатой и немолодой. Как бы то ни было, артист чувствовал себя прекрасно в этих отношениях. Возможно, именно потому, что не знал тайны своей избранницы, адвокат или обманщица. Если верить словам Прохора Шаляпина, он познакомился с миллионершей на одном из московских корпоративов в январе 2020-го. Их первое свидание состоялось в Лос-Анджелесе. Оба влюбились и на шутку. Дэвис не скрывала, что тратит на молодого кавалера огромные суммы и даже приобрела ему жилье. Но откуда сколько денег? По информации экспресс-газеты, Татьяна перебралась в Канаду в 90-е. Там она открыла сеть юридических и адвокатских фирм. Скалатив – баснословное состояние. Вот только отзывы о деятельности Дивы были, мягко говоря, неположительными. Одна из клиенток уверяла, что контора Дэвис тянет из людей деньги обманом. Ценник за услуги якобы выставляют немаленький. А никакой поддержки и помощи взамен не предоставляют. Пострадавшая уверяла, что миллионерша сама подписывает договоры с нуждающимися. При этом за некачественное обслуживание средства возвращает только под серьезными угрозами. Она боится исков к ее конторе, но полно тихих лохов, которыми она прокатила и продолжает прокатывать. Возмущалась недовольная. Не исключено, что это было на самом деле. Во всяком случае, таких обескураженных клиентов Дэвис очень много. Миллионерша из Канады была столь загадочной фигурой, что многие даже не верят в ее смерть. Экс-любовница Шаляпина Цымбалюк Романовская, к примеру, считает, что с Татьяной все в порядке. И сообщив о трагедии, певец просто привлек к себе внимание. Но какая помощь ему может быть нужна? Когда знаешь, что все истории придуманы, то в пятую или шестую уже просто не веришь, высказалась пианистка. Поверить слова Прохора действительно сложно. Ведь Дэвис жила очень далеко и даже родственники Шаляпина не были знакомы с ней. Впрочем, тема смерти довольно щепетильна. Остается надеяться, что пиар на костях в данном случае никто не устраивал. Не 42, а 60. Но и это еще не все тайны Татьяны Дэвис. По некоторым данным, женщина могла врать Шаляпину о своем возрасте. Официально миллионершей якобы было 42 года. Но благодаря современным технологиям не составит никакого труда выглядеть молодо даже в 70. Тем более, что у покойной дамы было много денег. Эксперты в области косметологии и пластической хирургии считают, что Дэвис на самом деле была около 60. Просто сохранять идеальную внешность помогали различные сыворотки, инъекции для лица, подтяжки кожи и иные операции. На некоторых фото четливо заметны морщины Татьяны. Кроме того, некоторые части лица выглядят очень неестественно. Например, скулы, которые сильно выдаляются вперед, или очень большие губы. Также очевидно, что Дэвис боролась с возрастом при помощи всевозможных косметических средств и аксессуаров. Ее излюбленные большие нарощенные ресницы и татуаж бровей. Если Дэвис действительно обманывала Шалепина, выдавая себя за моложавую даму, значит он попал в одни сети дважды. Неру напоминает, что у артиста была любовница по имени Татьяна Гудзева. Она врала, что на момент встречи ей было 27. Но благодаря детектору лжи выяснилось, что по факту 39. Продолжение следует... Продолжение следует...